Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про тортик, который я выбрала для отмечания дня рождения своего папы. У него был юбилей и этот тортик получился очень вкусным, очень нежным, не тяжелым, было очень жарко, но при этом тортик был в самый раз. Делается он не сложно, здесь простая бисквитная основа, бисквит со сметаной это очень просто и довольно таки быстро. Для бисквита нам понадобится список продуктов, вот вы видите на экране. Изначально мы взбиваем белки со щепоткой соли, после того как белки у нас превратились в легкую белую пышную пену, добавляем медленно сахар и оставляем до полного растворения сахара взбиваться. Пока сахар взбивается с белками, перемешаем муку с маком, мак здесь нужен для красоты и легкого аромата. После того как уже взбились белки, вы видите они упругие, я буду гасить сюда соду. Буквально пол чайной ложки нам будет достаточно, в теории соду можно не гасить, а добавить и перемешать со сметаной и она у вас сама погасится. Но я уже на сметану закинула наверх яйца, поэтому уже не стала вводить туда соду. Вы можете изначально перемешать соду со сметаной и не гасить ее уксусом, но я погасила уксусом. Добавляю сюда, вы видите, сметану с желтками и затем легонечко, несколько раз перемешиваю белки с желтками, сметаной, чуть-чуть объединяя. Долго не перемешиваем, для того чтобы белки не опали, буквально несколько раз до легкого объединения. И теперь добавляю сюда всю сухую смесь муки и мака. Аккуратно ложкой либо лопаткой, мне удобнее всего ложкой, я уже привыкла. Снизу вверх перемешиваем нашу смесь. Она должна получиться полностью однородной, но при этом не текучей, вот такой вот легкой и воздушной. Эту смесь отправляем в форму, форма где-то 22-24 см, это достаточно для того, чтобы получился высокий ровный бисквит, который можно разрезать на 3 коржа. Что я собственно и сделала. Дайте бисквиту остыть, затем его разрезайте и можно уже заниматься кремом. Крем у меня здесь будет тафита, только она у меня будет на сливках, не на масле, чтобы получилась более легкая. Я растворила черный шоколад, добавляю к нему сгущенку. Вначале я хотела перемешать лопаткой, но все-таки удобнее всего сделать это блендером. И быстрее, и надежнее. Никаких нигде комочков. Я перебила блендером, буквально 30 секунд и все готово. Вот такая вот масса у меня получилась. Сгущенка у меня была комнатной температуры, шоколад топила в микроволновке импульсами. После того, как мы уже перемешали шоколад, начинаем взбивать сливки. В сливки я добавила столовую ложку сахара, для того, чтобы просто они лучше взбивались. И взбиваем их до устойчивой пышной массы. Вот такие вот сливки получились. Они абсолютно устойчивые. И теперь их нужно будет аккуратно ввести в шоколадную смесь. Так как смесь еще немножечко теплая, вводим частями. Капельку сливок добавила один раз, перемешала. Добавила второй раз немного сливок. Еще раз перемешала. И эта смесь уже более холодная стала. И мы уже эту полностью шоколадную смесь добавляем к общей массе сливок. И венчиком тоже снизу вверх аккуратненько перемешиваем шоколадную смесь. Доводим ее до однородного состояния и красивого шоколадного цвета. Благодаря сгущенке и шоколаду получается очень интересный, вкусный такой вкус. И шоколад дает более стабильную текстуру. Сам крем станет более плотным после того, как тортик постоит в холодильнике. Это очень удачный вариант крема. Я вам советую обязательно попробовать. В этот тортик буду использовать вот такие вот воздушные шарики в шоколаде. Это очень просто, очень быстро. Они уже в шоколаде. Они никогда у вас в тортике не станут мягкими. Они будут у вас хрустящими и на второй, и на третий день. Две пачечки у меня ушло. Можно больше, можно меньше, можно и вовсе не добавлять. Все, в общем, по вашему желанию. Если вы любите какую-то хрустящуюся, это могут быть какие-то орехи. Даже тоже в шоколаде вы можете сами сделать. Может быть грильяш какой-то. В общем, здесь сочетается много-много всего. Нижний корж снизу немножечко смазываю кремом. И ставлю на подложку. Это нужно для того, чтобы не ездил наш тортик. Пропитывать в этот раз я ничем не буду. Сам бисквит получается очень нежный и воздушный. Поэтому пропитка ему здесь абсолютно не нужна. Выкладываю практически половину нашего крема. У нас здесь будет две прослойки. Расправляю. И накрываю сразу вторым коржом. Сборка занимает буквально 5 минут. Не больше. Точно так же выкладываю вторую часть крема. И оставляю там буквально 2 столовые ложки крема без шариков. Для того, чтобы сверху немножечко промазать самый верхний корж. Чтобы он тоже и пропитался. Можно поставить немножечко потом тортик под пресс. Ставите наверх что-то ровненькое. И небольшой пресс, чтобы тортик сел. И потом отправляйте в холодильник. По-хорошему на ночь. Затем выравнивайте, украшайте, делайте что хотите. Также в следующем видео расскажу, как я сделала вот такой вот насыщенный черный крем. С минимальным количеством красителя. Тоже очень просто и очень быстро. С вами как всегда был Кекс. Пробуйте, это очень вкусно. Пока-пока.